здравствуйте друзья вопросик у нас тут на три странички ну давайте здравствуйте михаил давненько смотрим с мужем ваш канал ну вот прям чё-то сейчас наболело решила написать и спросить совет меня зовут оля нам с мужем по 32 сыну три с половиной живем в глубинке украины в городе павлограде днепропетровской области обожаю просто ваши видео рот фронт иногда прям такое ощущение что ну вот про меня лично и все так просто понятно и сразу по полочкам а ситуация у нас вот какая я учитель музыки и эстетики но по специальности работала всего пару месяцев деньги очень маленькие платили вот и работала то телефоны продавала ту кредиты в банке оформляла ту бухгалтерию учебы частного предпринимателя видимо довела потом родила ребенка сети сейчас сижу дома муж по образованию сварщик но тоже из-за маленькой зарплаты пошел работать шахту и там работает уже 11 лет сначала захотелось квартиру получше в лучшем районе на зарплату никак занялись с мужем выращиванием бычков это помимо основной работы купили квартиру как на бычков то оказывается так захотелось машину хорошую а бычками ты уже не выгодно стало заниматься купили три коровы стали молоком да творогом торговать купили машину тут все эти события и война теперь в двухстах километрах от нас блокпосты вокруг колонны военные техники гоняют постоянно страшно курс доллара вырос почти в три раза и теперь чтобы зарабатывать те же деньги нужно в три раза больше коров и в три раза больше работать получается власть вроде и поменялась но система осталась и бороться смысла нет муж давно подумывали о канаде да все откладывали но тут уже как вы говорите припекло так что пошли и начали делать мы для себя решили что нужно уезжать из украины для начала хотя бы куда получится главное выбрать пока дверь не захлопнулась совсем в канаде как и во многих других странах профессия сварщика востребована но муж не дотягивает по опыту и знанию языка решили поехать в польшу муж взял еще курсы по сварке прошел тесты подписал контракт с польским работодателем уж неплохо сме как можно сейчас вот ждет визу через 3-6 месяцев он сможет забрать нас думаем в польше муж будет сварки опыта набираться язык английский будем подтягивать будем потом искать ему работу в канаде сварщик ходит в список профессий через которые можно легализоваться с семьей да и в лотереи думаем поучаствуем а мало ли денег ведь за это не берут сейчас вот занимаемся продажей всего что имеем коров уже продали так что и у меня время появилось уже начала смотреть ваш курс по тестированию проверю свои способности а вдруг пойдет в любой стране пригодится даже не сомневайтесь с таким опытом все правительство господи что там тестировали так вот к чему я все это рассказываю пришло время обо всем рассказывать родственникам а рассказывать то оказалось не так просто у людей тут негативное мышление и они нас совсем не понимаю начинают говорить неприятные вещи да кому вы там нужны будете на поляков впахивать да как же вы можете вот так все бросите в никуда и мы сможем решили никому ничего не говорить рассказали все как есть только родителям а остальные если спрашивают говорим что едем в австралию кенгуру выращивать и пусть думают шутка или правда то есть отшутились руки но самое для меня неприятное что меня обвиняют в том что я бросаю отца мама моя умерла полтора года назад а отец пьет постоянно и болячек куча сколько предлагала помощь повозить по больницам договориться с врачами хорошими и так далее отказывается на отрез еще есть старший брат у меня так он приезжает вроде помогает но еще и выпивает с отцом ну то есть как бы помощь по многим направлениям морально поддерживать значит так в общем мое глубокое убеждение что каждый человек сам хозяин своей судьбы если чеку человек оказался там где оказался то это результат его выбора а я смотрю на них и ужасаюсь и думаю что отсюда надо просто бежать да побыстрее рать своей семьи ребенка как вы михаил считаете как нам достойно все это разрулить как вы в свое время с этим справились ведь наверняка ваше решение уехать тоже мало кто одобрил и понял я просто очень близко к сердцу принимаю весь негатив переживаю вот брат к примеру узнал что в австралию едем да так скривился это же там жара и пауки а мне так неприятно да он даже не представляет какому уровню нужно соответствовать чтобы получить рабочую визу в австралию и никто ни один человек не одобрил то что мы уезжаем но по сути одобрение не требует но вот хоть немного уважения было неплохо война со всем рядом а все делают вид что все хорошо это ужасно как будто под гипнозом а хочется жить хочется жить как нормальные люди в нормальной стране где человеческая жизнь ценится где система не стравливает людей где не страшно ребенка выпустить в общество где можно отработав смену дома отдохнуть а не бежать к коровам где мы сможем дать нормальное образование ребенку и достойно встретить старость где есть стабильность и можно что-то планировать простить михаил за столь длинное сумбурное сообщение просто мне кажется если не описать все как есть то и суть будет непонятно очень хотелось бы чтобы вы хоть немного пролили света на нашу ситуацию спасибо огромное за то что осилили всю мою писанину буду очень благодарна за ответ вот такое письмецо давайте поедем и по дороге поговорим давайте начнем с простого начнем с нашей истории как мы уезжали и как там кто-то осуждал там или не осуждал все таки другое было время другое было место но все было другое на самом деле и круг наших знакомых был как раз таким что в это время все уезжали там из людей с которыми мы общались практически никого не осталось там в течение буквально пары лет поэтому он чтобы кто-то там осуждал но вот ну да мы могли осуждать там 70 вот но но когда мы уезжали в 90-м уезжали просто все массово это было время массового исхода что касается родителей значит родители ехать не хотели у меня есть родители старший брат значит не родители не брат ехать никуда не хотели хотя через пару лет они к нам подъехали слава богу и все все хорошо вот но на тот момент это было очень болезненно и понимать это было связано со страхом с их стороны это не было связано с тем что мы их бросили и как они теперь кто им там стакан воды подаст на старости лет такого не было но и было страшно потому что отец там получал военную пенсию он был членом партии он он боялся что его исключат из партии что заберут его военную пенсию то есть он боялся репрессий со стороны режима брат у него там где-то на подходе была защита докторской он работал в закрытом учреждении и как бы были опасения что опять что власть так сказать в отместку что-нибудь ему устроить то есть они боялись коммунистического режима зная с какой сволочью имеют дело вот то есть это как бы понятно было тех аспектов о которых вы сейчас говорите оля вот сейчас говорит тогда не было в наши в нашей ситуации не было может быть у кого-то я не знаю вот но но еще раз ситуация резко ухудшалась мы уехали в конце 90-го родители и брат приехали на рубеже 92 93 то есть вот буквально в течение двух лет мы все тут собрались на месте значит я думаю что с этой частью я закончил давайте мы теперь немножко чтобы вашу проблему увидеть мы немножко издалека на нее взглянем дело в том что украина и я не хочу лимитировать то о чем сейчас речь пойдет исключительно значит украины но но конкретно вот раз вы живете там да значит украина в течение ста с лишним лет оказалась такой зоны и бедствия значит если бы мы могли пальцем показать на кого-то искать это все он то мы бы сказали что имел место какой-то прямо 9 демографический такой геноцид но мы не можем этого сказать потому что это было в разное время и разные силы были задействованы но вот посмотрите что происходит значит страна безземельных крестьян люди цвет нации начинают разъезжаться те кто наиболее активные наиболее энергичные они едут в канаду вы посмотрите несколько миллионов канадцев канадцев это украинцы они едут в канаду они едут в сибирь вот начинается столыпинская реформа когда государство дает подъемные субсидии так далее чтобы безземельное крестьянство осваивала просторы сибири где земли там сколько хочешь и значит дальний восток сибирь и вот народ снимается тоже в частности значит с украины тоже едут люди значит вымывает вот некоторая территория да с которой вымывает наиболее деятельное население в канаду сибирь на дальний восток потом что мы имеем потом мы имеем одну войну да значит первую мировую империалистическую значит которая это в значительной степени вот проходит вот так по украине гибнут люди гражданская гибнут люди бандиты расстрелы коммунисты да самое страшное коммунисты расстреливают людей за то и за это и я не знаю там за что гибнут 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 люди потом что потом советская власть значит и начинаются репрессии эти репрессии начались вместе с гражданской войной и не заканчивались никогда вот столько сколько советская власть стояла но во всяком случае первые там лет 20 просто репрессия шла за репрессии после чего да значит массовый исход людей в эмиграцию опять миллионами потом значит начинается вот эта советская власть начинаются посадки начинаются лагеря начинается раскулачивание ссылают кулаков высылают в сибирь голодомор я вспоминаю рассказы отца как вот они но он двадцатого года вот он рассказывает как через их вот этот самый черняхов где он жил шли беженцы из-за вот той зоны где где голодомор где умирали каждое утро выходили на улицу трупы собирали значит опять гибнут люди потом война великая отечественная мама родная сколько народу полегло в бомбежках в партизанах от рук немцев от рук националистов от рук там я не знаю всех кого угодно сколько народу потом ушло скажем с теми же немцами опять идет вымывание 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 населения я я не 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 сам они не пытаюсь там сказать что одни хорошие другие плохие я сейчас чисто демографически вот на это смотрю и вот идет вот такое такая зона бедствия и мы в итоге имеем некоторое население и это население еще раз я не ограничиваю это украиной или там непропетровской областью там не дай бог я но в данном случае мы говорим об украине значит мы мы имеем зону демографической катастрофы и вот я слушаю историю людей которые несмотря на то что вот они живут в этой зоне демографической катастрофы тем не менее они деятельны их там не должно было бы быть по идее но откуда они таких как они уже уничтожили всех понимать они вдруг прорастают понимать вот они прорастают на этой почве на которую же казалось бы ничего не должно было прорастить и они прорастают речь ведь не идет о том что вы эмигрируете вы репатриируетесь вы абсолютно не в том месте находитесь понимаете вы не это не ваше место это не ваша родина это не ваша я тебя но вы там родились конечно я ничего не хочу сказать вы так вы не принадлежите этому месту мы абсолютно чужеродный вы можете никуда не уезжать но вас будут ненавидеть там вас уже и так ненавидят и за квартиру за эту в хорошем месте и за эту машину это не важно что вы заработали своим трудом именно за то что своим трудом еще больше ненавидеть будут потому что это больше того кор тем людям которые своим трудом ничего сделать не могут не хотят и не будут никогда ничего делать своим трудом вы просто плевок в рожу всем этим людям вы должны бежать оттуда как я не знаю что вам там просто нечего делать я слушая вот эту всю историю читая всю эту историю а я перед тем как машину съесть я еще светлане прочитал и мы мы оба за голову схватились потому что это такая история об этом можно ну по мотивам вот того что здесь написано было в этом письме можно неделю говорить на разные темы столько всего там в голову идет значит я я подумал первым делом знаете о ком я подумал о ребятах которые у нас молодежи у нас много молодых таких знаете 22 23 24 которые приехали студентами по work and travel и остались и там много народ с украины там из россии из разных мест вот значит они они остались в америке они даже не доучились вот оля доучилась но все равно потом коровами занималась или там телефонами торговала и так далее не работала преподавателю вот они не доучились может быть годик вот они приехали сюда и я я я хочу сказать им вот это надо послушать им чтобы они поняли чтобы с ними было там через десять лет если если бы они вот не не сюда не приехали не остались и не пошли бы вот жить вот какой-то другой жизнь вот той самой жизнью которая в последних строках письма описывается да я еще раз озвучу это же просто невероятно что написано как нормальные люди в нормальной стране где человеческая жизнь ценится где система не стравливает людей где не страшно ребенка выпустить в общество где можно отработав смену дома отдохнуть а не бежать коровам где мы можем дать нормальное образование ребенку и достойно встретить старость где есть стабильность и можно что-то планировать вы представляете какого чуда она хочет каких-то несбыточных невероятных несуществующих вещей прямо небожитель какой-то понимаете так вот то есть охоченно того что во всем мире норма вот за исключением там пару-тройки мест буквально значит что тут сказать меня меня просто поражает выживаемость вот вот таких людей то есть оля и ее муж живут в абсолютно чудовищном окружении значит все проблемы которые связаны с негативизмом этих людей с тем что они говорят там на поляков будете пахать там еще чего-то еще чего-то еще чего-то это связано с тем что это люди которые никуда в своей жизни не движутся поэтому значит получается что когда оля приобретает прибавку в статусе в своем у нее теперь лучше квартира у нее теперь лучше машина у нее теперь какое-то там хозяйство и так далее повышая свой статус в группе она автоматически опускает статус других людей в этой группе ну вот с которыми они общаются которые друг для друга интересны с точки зрения сравнения статуса хотя они не сравниваются там с я не знаю президентом буша привати бывшим или там я не знаю нынешним а банка нет нет они они сравниваются все викториады и оттуда не сейчас за границу уедут и там уже вообще начинает колотить людей потому что это уже такое падение собственного статуса у них происходит не то что кто-то хотел его опустить но так она получается если у этих статус растет такой у тех падает но для того чтобы у людей не было ощущения падающего в пропасть статуса эти люди должны сами к чему-то стремиться тогда они союзники тогда они друг за друга радуются понимаете тогда повышение статуса одного человека является но признаком надежды понимаете мотивирующим фактором для других людей которые растут и куда-то двигаться и так далее значит вот оля и ее муж живут среди людей среди которых жить нельзя и детей растить в этой среде нельзя понимаете нельзя всю свою жизнь противостоять миру вокруг тебя понимаете прошу вы сломаетесь в этом мире и может быть папа ваш пьет потому что он сломался потому что может быть ему хотелось чего-то пока молодой был а дальше он начал пить я не знаю этой истории но очень многие люди пьют от безысходности понимаете потому что бессмысленно все и вот нельзя об этом жить это как жить вот на 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 минном поле это как жить на токсичной какой-то земле где все отравлено и каждый раз когда ты глотаешь что-то или вдыхаешь что-то яд яд получаешь внутрь понимаете поэтому драпайте оттуда вам там просто нечего делать вот вот все что я хочу сказать и перестаньте вы с ними общаться как как можно общаться с этими людьми и там еще раз оля пишет что ее задевает их негативизм их негативизм и гадость которые они вам говорят задевают вас только потому что что вы рассматриваете их как свою органичную естественную вашу собственную среду что на самом деле абсолютная неправда они не являются частью вашей среды они являются отравой вашей среды вы должны абсолютно исключить всякое общение с этими людьми минута бывает по работе там если что-то нужно пожалуйста поговорили разошлись и все ищите нормальных людей они есть я я вас уверяю мир мир не сводится к тому что там тотальное засилье каких-то вот там я не знаю вот такого плана людей негативных бездеятельных не стремящихся ни к чему не верящих ни во что которые так ходят и вот и злобствует их колотит от того что у кого-то какие-то успехи есть есть нормальные люди вокруг сейчас слава богу есть виртуальный мир можно можно пообщаться с людьми где-то в скайпе можно пообщаться на форуме можно пообщаться там меньше у нас на канале можете пообщаться там в комментариях ну что ж такое во всяком случае народ если есть кто вот в этом городе я название не помню павлоград да вот если кто в павлограде днепропетровской области есть нормальный вы дайте знать что ж так у нас девушка и общаться не с кем вот может с нас польза какая будет кроме там моральной поддержки и я думаю господи вот если бы оля с ее мужем не в 32 года или я не знаю когда они до америки доберутся но или там до канады но если бы они вот сюда приехали в 20 лет поле с ее мужем приехали бы сюда в 20 лет даже не закончив там своего этого образования которое у них было я даже представить себе не могу вообще что бы с ними тут произошло 12 лет мама родная то есть такая выживаемость такой оптимизм жизненный знаете вы бы видели как она пишет это письмо она она абсолютно и я не хочу сказать идеально там я я не литератор там и не филолог но я хочу сказать она об очень грамотно написано нормальным хорошим качественным языком я-то много чего читаю я вам я вам могу сказать редко кто вот так напишет давайте и вот господи мне это напоминает знаете вот семечко там хорошего дерева вот окажись это семечко там где-нибудь в долине у реки и стояла бы красивая громадная там 30 метровое дерево разлапистое с тенью там и так далее и вот тоже самое семечко оказывается где-нибудь там в расщелине в скале и вот она растет тоже там она пробивается она в этом и скалой то может быть немножко крошит и вот она там криво извивается и вот так и сяк и вот вот это вот вот это вот семечко понимаете вот этой семьи которая оказалась в этой расщелине грёбаный вместо того чтобы находиться вот на хороший хорошие почве в хорошем месте там где солнце там где вода там где почва плодородная и так далее и мое что ж тут скажешь то значит я хочу сказать что я верю абсолютно что оля с ее мужем они еще очень молодые ведь на самом деле они очень молодые все у них будет нормально и не говоря уже о том что и польше в общем то тоже очень очень приличное место для жизни безусловно вот но я надеюсь они доберутся до канады или тому что америки там еще что-то с ними произойдет но они они не могут пропасть они не могут как сказать усредниться понимаете такая сила такая мощь так такая высокая приспособляемость понимаете вот условиям и жизненным пробивная сила давайте выживаемость я я ни на секунду не сомневаюсь что они пробьются прорвутся все у них будет хорошо а мне тут на повороте не повернуть что такое о как какие-то машинки стоят хотя может быть может быть мы про прорвемся тоже вот так что я передаю им привет и хочу сказать что вот на таких все и держится вот на таких как оля ее муж и не нужно чтобы сто процентов населения были такими достаточно там 10 15 20 и эта планета будет очень неплохо крутиться и можно будет жить я так я так думаю так что спасибо оля спасибо за письмо спасибо что поделились и я думаю что много есть ребят на канале кто вас поддержит морально и выразит вам свое восхищение и поддержку вот и я даже я не знаю что сказать но я могу сказать ребята ставьте лайк кто досмотрел до этого места ставьте лайк оле и и и мужу и как бы просто как вот знак поддержки что мы можем сделать кроме там слова или лайка или там веры веры в то что добро побеждает зло вот мы если мы верим значит мы поставим этот лайк просто как символ счастливо